У вас есть проблема? У нас есть решение! Сегодня в программе «Свалка у дома. Как избавиться от неблаговидного соседства». Также расскажем, проходим техосмотр по всем правилам, зачем нужна диагностическая карта и как ее получить легально. Летающие мусорные пакеты, спиленные ветки, старые электропровода. С таким неблаговидным соседством сталкиваются многие жители нашего города. Но, к сожалению, большинство горожан не знает, как решить эту проблему. Или просто не хотят знать. Дом, дорога, за ней овраг. В нем уютно расположились гаражи. А вокруг горы пластиковых бутылок, старые тряпки, стройматериалы. Мы решили поинтересоваться у местных жителей, пытаются ли они повлиять на ситуацию. Мы здесь живем относительно недавно, поэтому я не могу сказать, что она меня трогает. Но если бы ее здесь не было, было бы, наверное, лучше. Пока вокруг организации я еще не изучила, для того, чтобы куда-то звонить и обращаться. А будете? Я подумаю над этим вопросом. Итак, вот наша инструкция. Первое, что нужно делать – держать на готове телефон. Шаг 1. Фиксируем нарушения на фото и видео. Следующий шаг – звонок в управляющую компанию. Там находятся гаражи. Этот овраг облюбовали, видимо, жители окрестных домов, потому что здесь огромная свалка. К вам кто-нибудь обращался по этому поводу? Нет. А вы лично здесь не живете, вы не знаете? Нет, там не наша территория. А чья там территория? Не знаю, городская или чья территория. Если с управляющей организацией взятки гладкие, приступаем к следующему шагу. Шаг 3. Открываем кадастровую карту. В поисковике ищем сайт публичной кадастровой карты Владивостока и переходим по ссылке. Вводим адрес ближайшего дома и вуаля, все как на ладони. Вот наш дом. А вот и овраг. Он предназначен для капитального строительства и дальнейшей эксплуатации капитальных кооперативных гаражей. А значит, это территория города и собственников гаражей. Шаг 4. Звоним собственнику территории. Если не получится, то обращаемся в приемную администрации города. Заходим на сайт администрации Владивостока и ищем раздел «Интернет-приемные». Внимательно читаем инструкцию и заполняем поля. Нужно указать фамилию и имя обратившегося, социальное положение, тему и суть обращения. Теперь необходимо прикрепить файлы, которые помогут специалистам разобраться с ситуацией. Здесь придутся, кстати, фото и видеоматериалы, сделанные на месте свалки. Также можно приложить карту с указанием места, на которое мы хотим обратить внимание. Заметим, что файлы не должны весить больше 20 мегабайт. Далее заполняем поля с персональными данными и даем согласие на их обработку. Все, ваше дело сделано. Дальше будет работать администрация города. В «Интернет-приемные» администрации города Владивостока можно обращаться по любым вопросам. К благоустройству относится все, что украшает город. То есть вы можете обратиться к установке, например, лавочек, ремонт придомовой территории в рамках компетенции, естественно, межквартальные дороги, тротуары, лестницы, поручни у лестниц, какие-то лестничные марши. То есть все, что угодно, а тем более сейчас, скорее всего, будет субботник, и все вот эти места скопления мусоров точно так же можно обозначить и направить в адрес администрации города Владивостока. Теперь рассмотрим другую ситуацию, когда территория принадлежит конкретно управляющей компании. А это явно придомовая территория на Ямашево-4. Как таковой свалки здесь нет. Однако, как мы видим, двор достаточно грязный. Между тем, жильцы платят немалые деньги за то, чтобы территорию адекватно убирали. Алгоритм такой же. Фиксируем на фото и видео, общаемся с соседями. В принципе, привыкли же жить так. Тот же хоть убирает, как говорится, чисто не там, где убирает, а там, где не мусорит. Правильно? То есть это от сознания человека зависит больше. Вы куда-нибудь жаловались, чтобы его убирали? Нет. А куда жаловаться надо? Все равно грязно. Звонят в управляющую, в ЖЭО постоянно. Убирает дворник. Пикадором. Погнетет эти окурки и все. Больше ничего. А здесь вообще сто лет уже не убиралось. Шаг второй. Опять обращаемся к кадастровой карте. Убеждаемся, что двор в ведении управляющей компании. Едем в управляйку. Управляющая компания находится неподалеку. Обед закончился. Час назад. Попробуем попасть внутрь. Здравствуйте. Вы пускайте или не пускайте? Я вас попросила, а не ваше оператор. А вы любите здесь на приеме? Мы снимаем программу по поводу работы управляющей компании. На ваш дом было много жалоб. Именно на Ямашево 4. На придомовую территорию. Там двор постоянно не убран. Весь в грязи. Вот хотелось у вас получить комментарий. Вы что-нибудь знаете по этому поводу? Обращались ли к вам люди? Позже директор одумался и попытался оправдаться. Но по-прежнему заверял, что к нему никто не обращался. В связи с тем, что там рынок, автобусная остановка, проходимость большая. И через придомовую территорию, соответственно, и через прилегающую территорию. Поэтому вопрос был. В этом году заявлений как бы не было. Тогда действуем самостоятельно. Шаг третий. Находим в интернете и скачиваем акт о нарушении условий договора об управлении многоквартирным домом. Заполняем его и составляем претензию на имя управляющей компании. Далее находим двух незаинтересованных лиц, которые поставят подписи под актами. Все документы отправляем на адрес управляющей компании и в госжилинспекцию. Мы смотрим основания данной жалобы. Обращались ли люди в управляющую компанию, в диспетчерскую службу, были какие-то звонки и так далее. Если такие звонки были, если мусор периодически не убирался и не ликвидировалось данное складирование, то есть никаких действий со стороны управляющей организации не принято. Соответственно, конечно, назначается проверка. В данном случае вы зная. И организацию после проверки, конечно, привлекается к ответственности. На секундочку, штраф за выявленные правонарушения составляет от 250 тысяч рублей для управляющих компаний и от 50 тысяч рублей для должностных лиц. Ну и последний совет. Если ничего из вышеперечисленного не помогает и свалка по-прежнему базируется возле вашего дома, попробуйте убраться сами. Правда, вы можете наткнуться на неприятные сюрпризы. И последний совет. Приготовьте деньги. Работу организаций, занимающихся вывозом мусора, оплатить придется. Самосвал объемом 6 кубических метров стоит 4,5 тысячи рублей. Зато ваш двор будет чистым и радовать глаз. Без прохождения техосмотра невозможно получить полис ОСАГО. А это, в свою очередь, влечет запрет на управление транспортным средством. Большинство жителей нашего города предпочитают проходить техосмотр формально, без фактического осмотра автомобиля, попросту покупая диагностическую карту. Мы решили пройти техосмотр легально, ведь от состояния автомобиля зависит не только здоровье, но и жизнь автомобилиста и его близких. Для начала определимся, какие авто должны проходить техосмотр. Шаг 1. Изучить паспорт транспортного средства. Новые машины и мотоциклы младше 3 лет от этой процедуры освобождены. Авто возрастом от 3 до 7 лет проходит техосмотр раз в 2 года. Старше 7 лет раз в год. Шаг 2. Подготовить документы. Для прохождения техосмотра нужно предоставить два базовых документа – паспорт и ПТС. Если нужно – доверенность. На всякий случай захватите права. Стоит услуга от 500 до 800 рублей и длится от 30 до 40 минут. Шаг 3. Найти авторизованную станцию техобслуживания. Открываем карту и ищем ближайший к вам пункт техосмотра. Потом открываем сайт РСЭ и вносим данные в поисковую строку. Если он аккредитован, то его данные отразятся на сайте. Шаг 4. Подготовить авто к осмотру. Первым делом вашу машину осмотрят снаружи, поэтому ее нужно как минимум помыть. Подготовить аптечку, проверить срок годности огнетушителя. И осмотреть само авто. Нет ли видимых повреждений, трещин на лобовом стекле со стороны водителя, все ли кузовные запчасти целы и есть ли брызговики. Может быть, стоит снять тонировку. В основном не проходит проверку из-за света фар. Так как у нас большинство автомобилей японских, и у них направление света падает на встречный автотранспорт. Это можно эту проблему лишить в автосервисе. Или у нас мы корректируем свет фар. Кроме того, оператор проверит следующие пункты. Шаг 5. Получить диагностическую карту. На данный момент нет никаких документов, определяющих стоимость повторного прохождения техосмотра. Так что если по каким-то критериям диагностическую карту вы не получите, придется платить за осмотр еще раз. Или заплатить на месте. Может быть, специалисты помогут исправить недочеты. После прохождения техосмотра выдается вот такая диагностическая карта. Теперь можно ехать за поле Самосага. Продолжение следует...